Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 4 апреля. Память преподобного Отца нашего Иосифа, Песнописца и Творца Канонов. Отечеством Святого Иосифа была Сицилия. Родители его, Платин и Агафья, были люди благочестивые и добродетельные. За их богоугодную жизнь Господь и даровал им такого Сына, который, как выдающийся Творец Канонов, украсил Церковь для ее блага священными песнопениями. Отрак был воспитан в добром книжном научении и благонравии. И уже в его детских обычаях можно было видеть указание на то, что, став мужем, он достигнет совершенства в добродетелях. Он был кроток, тих, смирен, уклонялся от отроческих игр, с детства, полюбив пост и воздержание, не искал вкусных яст, питаясь лишь хлебом и водою, да и то вечером. Божественное Писание изучил весьма успешно. Так возрастал Иосиф телом и духом, когда произошло нашествие варваров на социлийскую страну. И родители его были вынуждены бежать из отечества своего в иные страны. Сначала Иосиф отправился с ними в Пелопонез, но потом, оставив родителей, удалился в Фесталонику, столицу Македонии. Здесь он поступил в монастырь, постригся в иноческий чин и учился трудам постническим, прилежно проходя все виды подвижнической монастырской жизни, монашеской и добродетелей. И стал он мужем совершенным и иноком опытным. Земля, покрытая кожей, служила ему постелью, ветхое рубище одежды, спасение его было велико, пища, небольшой кусок хлеба и немного воды, стояние стеночное, колено преклонение непрестанное, в устах всегда пение, а в руках работа. Прилежно читал он божественные книги, исполнялся премудрости и разума духовного, и как ангел Божий сиял среди братьев примером чистого и святого жития. Невозможно рассказать подробно о его добрых делах и многих подвигах. Так благоугодно трудился он для Бога больше других. По настоянию игумена и братья принял он сам священство. Был рукоположен с пресс-фитера и пископом Фессалоникским. Будучи пресс-фитером, он еще усилил свои подвиги и труды, и часто совершал божественную литургию со слезами молился о себе и о всем мире. Пришел в монастырь тот преподобный Григорий, декаполит. Увидел преподобного Иосифа, он очень полюбил его как мужа святого и приобрел себе в нем друга и сожителя. Прошло несколько времени, и Григорий, отправляясь в Византию для укрепления верных, мущаемых еретиками, просил игумена и братья отпустить с ним ему в помощь Иосифа, ибо не хотел разлучаться с ним. Мои братья с игуменом не хотели лишиться такого сожителя истинного раба Божия. Однако, уважая просьбу великого старца и внимая нуждам церкви, волнуемой бурей еретической, они отпустили блаженного Иосифа святым Григорием, декаполитом, в Византию. Прибыв туда, Иосиф и Григорий поселились при церкви святых мучеников Сергия и Вакха и соревнуя друг другу, повели жизнь суровую и изнурительную, особенно блаженный Иосиф, подражавший старейшему подвижнику, великому отцу Григорию. Взяв ее себе в образец, он решил сердце в своем непрестанно совершенствовать в добродетели. Оба трудились прилежно, поучая благочестивых соблюдать себя от вредной ереси, не смущаться и не сомневаться в догматах правой веры и быть твердыми в исповедании истины. В то время нечестивый царь Лев Армянин возобновил уже осужденную иконоборческую ересь и возник великое гонение на церковь. Он извлекал из храмов божьих святые иконы, бесчестно попирая их ногами единомысленных с ним еретиков, он ставил на престолы православных пастырей, которых свергал и при этом мучил и губил различными способами некоторых из них. Тогда святой Григорий со святым Иосифом, облегшись в броню веры, начали обходить городские улицы, площади и дома верных с советом, увещанием и мольбою, да не прерщаются еретическим лукавством. И были слова их, подобно России утренней, когда она оживляет цветы и траву полевую вянощи от дневного зноя. Они оживляли сердца человеческие, молодушествующие, сомневающиеся и как бы увядающие от зноя еретических учений. Потом многие иначествующие обратились с просьбой к преподобному Григорию, чтобы он блаженного Иосифа, как искусного в слове и способного по своей телесной крепости предпринять труд долгого пути, послал Древний Рим к православному папе Леону Третьему, умершему в 816 году, и ко всем таможским православным возвесить о гонении в воздвигнутом в Старьграде на Святую Церковь. Они рассчитывали, что православные окажут из Рима помощь гонимам, опровергнуть неправые догматы и заградить хульные уста еретиков. Преподобный Григорий в беседе с блаженным Иосифом подавал ему такие советы. В чадо, настало ныне время и есть сердечную любовь твою к Богу и ревность к благочестию. Иди в Древний Рим и возвести к главе таможских христиан и всем православным на Западе. Какую беду на Святую Восточную Церковь навел злощестивый царь и по имени зверь, как оскорбил и попрал икону Христовой причистой его матери, отнял у Церкви украшения ее и знал не повинных добрых пастырей, а уже пастырем, наемникам и хищным волкам, вручил стадо Христова. И теперь овцы расхищаются и разгоняются. Возвести, как и за дня в день, яростная буря, поднятая державным, волнует Церковь Христову. И лютый лев, пришедший из Армении, изыграет угрозы и поглощает многих своими еретическим лукавством. Возвести, убеги и упроси, да обнажат православный меч Слово Божие и противостанут гонящим нас. Так и подобное этому говорил святой Григорий. Блаженный Иосиф от юности впал, не превышший к послушанию, не возражал немало. Смиренно преклонив голову, он спросил у Григория отеческих молитв и благословений для путешествия, вошел в корабль и поплыл в Рим. 4 апреля. Житие преподобного Иосифа. Но иное было угодно непостиженным судьбам Божиим. Все на пользу строяет Бог, и нередко посредством таких обстоятельств, которые кажутся нам неблагоприятными и жестокими, творит дивные и преславные дела к прославлению Своего Святого Имени. Так, по устроению Божию, оказалось препятствие к путешествию Иосифа в Рим. Единомышленники царя Льва Армянина, слуги и помощники мучительства его, узнав, что многие гонимые иконоборством уходят из столицы в иные страны, начали устраивать тайно по путям водным и сухопутным разбойнические засады, чтобы схватывать беглецов и возвращать их в руки иконоборцев. Не осталось тайным для них и то, что преподобный Иосиф посылается православными монахами на запад, в Рим. Они подговорили морских разбойников напасть на него, и преподобный попал в руки врагов. Они разбили корабль, захватили также всех путников преподобного Иосифа и отвезли их в Крит к иконоборцам, где преподобный, обремененный тяжкими оковами, был в Берджинском ницу. Здесь день и ночь утешал он Бога вдохновенными речами сотоварищей своих по заключению, которых немало страдало вместе с ним за правую веру. Сам радуясь в узах о Господе он говорил так, что может быть сладостнее и радостнее тех уз, которыми мы обременены за любовь ко Христу и святой иконе Его. Если и причиняет нам некоторый скорбь в кратковременное заключение, то за это страдание должно нам благодарить Бога, ставя себя светлым примером святого Павла, который неизреченно радовался, что сподобился за имя Иисуса Христа страдать в оковах, и ценил их, точно дорогие камни и золотые украшения. Более того, и Христос пострадал за нас, показав нам пример, чтобы и мы следовали по стопам Его, ибо Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи укоряем, Он не укорял взаимно, и страдая не угрожал, по словам Верховного апостола Святого Петра. Правда, телесные страдания причиняют некоторую скорбь, но нельзя назвать носителем Христова иго того, кто не пойдет вслед к Ему и не будет переносить хотя части тех страданий, которые Он перенес за нас, будучи всесильным Богом. Он мог и иным каким-либо образом спасти человека, однако благоволил, чтобы от труда и страдания родилась та сила добродетелей, которая была бы в состоянии открыть издавна затворенные врата небесные. И не показал Он нам иного пути к спасению, кроме пути труда и скорби. Зачем же смущаться нам, истощая здоровье наше в страданиях за святую икону и спасителя и причистой его матери? Противеясь злощитивому повелению царя, мы получим Божью благодать и благовременную помощь. Таким и подобными речами такими утешал и укреплял преподобный Иосиф соузников своих, заключенных с ним в темнице за почитание икон. Пришлось разделить их заключение и некоему православному епископу, также за почитание святых икон, взятому на страдания. Он, чувствуя бессилие и перенес темничные лишения, по-человечески смущался мыслями, и из желания освободиться от уз и страданий, начал уже склоняться к иконоборной ереси, и подобно кораблю при сильном волнении недалек был от потопления. С какими только увещаниями не обращался к нему преподобный Иосиф. Тогда уразумел в смущении его, каких только слез не пролил, с мольбой увещевая его, без колебания умереть за икону Христову, как за самого Христа. И боговдохновенные речи его не остались напрасными. Епископ исполнился такой твердости, что даже в лютейших муках не отвергся благочестия своего, и в мужественном величии души претерпел все до конца. Выведенный на пытку, при виде мучителей и орудий мучения, он немало не обнаружил страха, но сам снял с себя одежду и отдал себя на истязание, желая тысячу раз умереть, если бы было возможно за Христа, Бога во плоти изображаемого иконописанием. Повешенный ноги на месте мучений, весь пронзенный стрелами, пораженный, наконец, в голову большими камнями, епископ предал дух свой Господу. Узнав о мученической кончине епископа, блаженный Иосиф весьма порадовался непоколебимому мужеству его и возблагодарил Бога, утвердившего на таковой подвиг избранного воина своего, который хотя и обнаружил в начале некоторую слабость, но потом вполне исправился и победил врага. Подобным образом святой Иосиф и иных избавил от гибели душевной и направил ко Христу, непрестанно получая всех спасительному пути. Самого же его Бог спасал от смерти, сохраняя его жизнь на пользу весьма многим. Преподобный Иосиф провел в темнице шесть лет. Его злощестивого царя Льва Арменина постигла лютая кончина. В ночь накануне праздника Рождества Христова он был убит своими воинами в церкви за утренней. В тот же самый час преподобный Иосиф в критской темнице был извещен о погибели мучителя и чудесно освобожден от уз явившимся ему святителем Николаем. Всю эту ночь святой Иосиф проводил без сна, беспрерывно воспевая праздничное песнопение и молясь. Перед рассветом яркое сияние озарило темницу. И предстал перед ним облеченный в святительские одежды светолепный и честный муж с сединами, с седыми волосами, светлым лицом и сказал ему «Из мир Ликийских пришел я к тебе, посланный Богом, чтобы немедленно принести тебе радостную весть. Враг, смутивший церковь и рассеявший овец Христов, лишился и царства и жизни, призванный на суд Божий. Ныне должно тебе возвратиться в Константинополь и утвердить многих обитающих в тебе благодатью и Духа Святого». Затем святитель дал ему свиток и сказал «Прими этот свиток и съешь его». В свитке же было написано «Ускорись, щедрый, и постарайся, ибо милость их на помощь нашу, и а кому же же хотяй». Иосиф взял этот свиток, прочитал и съев радостно сказал «Коль сладкой гортани моему словеса это». Тогда повелев явившийся ему воспеть те же слова «Радостно воспелых святой Иосиф», и тотчас вериги его ослабели и спали с шеи, рук и ног его, и услышал он слова явившегося ему святителя «Встань и следуй за мной». Он встал, двери темницы сами собой отворились, и он вышел без ведома темничной стражи, и увидел он себя носимым по воздуху некой невидимой силой. В непродолжительном времени он оказался близ Константинополя на большой дороге, ведущей в город, и прославил Бога за такое преславное чудо. Войдя в город, Иосиф не нашел уже в живых любимого им отца Григория Декаполита. Он отошел к Господу, а видел лишь ученика его блаженного Иоанна, и вместе с ним у гроба Григория много скорбел, что не сподобился застать в живых святого отца. Спустя немного времени и Иоанн отошел ко Господу, и был погребен близ святого Григория. Потом преподобный Иосиф переселился в иное место, уединенное и безмолвное, находившееся за городом, недалеко от церкви святого Иоанна Златоустого. Поселившись здесь, он создал церковь во имя святителя Христова Николая, перенес в нее мощи обоих отцов Григория и Иоанна, устроил монастырь и собрал братья. Сюда, к преподобному Иосифу, постоянно стекалось слушать его боговдохновенные учения, много людей, духовных и мирских, ибо благодать Духа Святого подобной реке текла из уст его сладостными речами. Будучи однажды в Цесалии, преподобный Иосиф получил от одного известного ему добродетельного мужа значительную часть мощей святого апостола Варфоломея. Он принес ее в свою обитель и, создав особую церковь во имя святого апостола Варфоломея, в средстве положил в ней часть святых мощей его. Питая великую любовь и веру к святому апостолу, он часто сподоблялся видеть его в сновидениях. Он желал украсить праздник святого апостола хвалебными песнопениями, но не решался, сомневаясь, будет ли угодно это дело святому апостолу, и усердно молил Бога и апостола Божия, открыть ему это и даровать премудрость свыше для создания достойных святого Варфоломея хвалебных стихов. С постом и слезами молился преподобный Иосиф сорок дней. И когда приблизился день памяти апостола, в на вечере празднества увидел он, что в алтаре явился святой Варфоломей, облеченный в белые ризы, открыл алтарную завесу, призывая его к себе. Когда же преподобный Иосиф подошел ближе, святой апостол взял с престола Святое Евангелие, положил его на грудь Иосифу со словами, «Да благословит тебя десница всесильного Бога, и да и зальются на язык твой воды небесной премудрости, сердце своё да будет храмом Духа Святого, и песнопения твои да усладят вселенную». Так сказал святой апостол Барфоломей и стал невидим. А преподобный Иосиф, ощутив в себе благодать премудрости, исполнился радости неизвеченной и благодарения. С того времени начал он писать церковные гимны и каноны, которыми украсил праздник не только святого апостола Варфоломея, но и многих святых. По преимуществу же почтил он многими канонами Пречистой Богоматери и Святителя Николая. Обильно украсил он Святую Церковь песнопениями и получил наименование Песнописца. По воцарении Феофила с 829 по 842 снова восстала на церковь буря иконоборства. Снова многие подверглись гонению и мучению. Тогда и преподобный отец наш Иосиф, Песнописец, за безбоязненное и открытое обличение ереси был изнан Херсон, где в узах и страданиях оставался до смерти Феофила. Царица Феодора с сыном Михаилом, принявшая правление по смерти Феофилы и святейшим патриархом Мефодием, восстановившая православие, возвратила Иосифа в Царьград. Их потом богпочитание восстановлено в 840 году, святой Мефодий умер в 846 году. Святой Игнатий, принявший престол по представлению святого Мефодия, сделал преподобного Иосифа сосудохранителем Великой Божией Константинопольской Церкви. За добродетельную жизнь и за исходившие из уст его премудрые душеспасительные речи, многих обращавшие на путь спасения, преподобный Иосиф был весьма любим святейшим патриархом и всем духовным и мирским чином. Прошло несколько лет, и преподобный Иосиф за обличение в беззаконие снова потерпел изгнание от Варды, брата-царицы, первого после царя-властелина. Не боясь Бога и не стыдясь людей, Варда тяжко нарушил законы Церкви, удалил от себя законную супругу свою без вины с ее стороны и взяв себе в жены родственницу свою. Преподобный Иосиф открыто обличал его, как некогда святой Иоанн предпеча Ирода. Из-за этого Варда преследовал его и причинил ему зло. Той же участи подвергший святейший патриарх Игнатий, потерпев от беззаконного Варды изгнание и многие беды. Когда же Варда был убит слугами царя и погиб шумом, а за ним и царь Михаил лишился жизни также от своих приближенных, и Василий Македонянин принял царство с 867 по 886 год. Тогда святой Игнатий и преподобный Иосиф были возвращены в царь Гряз, и Игнатий снова принял престол свой, а Иосиф прежнюю должность сосудохранителя. Не только святейший Игнатий, но и преемник его патриарх Фотий с 857 по 867 и вторичный с 877 по 886 год. Любили и посчитали святого Иосифа песнописца. Фотий вручил преподобному все церковное управление, называл его человеком Божиим, ангелом во плоти и отцом отцов. И повелел всему клиру своему иметь преподобного Иосифа отцом духовным, открывать ему совесть и исповедовать прегрешение. Обладая прозорливостью, преподобный провидел утаиваемые грехи, но не обличал грешника, а наставлял его увещательными речами до тех пор, пока исповедовающийся, умилившись, не открывал тайного беззакония. Ибо силен был Иосиф в боговдохновенных речах, и легко мог обращать грешных к покаянию. Прожив много лет и достигший глубокой старости, Иосиф впал в немощи телесные от многих трудов, которых подвязался с юности, от поста, гонений за правду от уз и темницы, от забот о церковном устроении, об украшении песнопениями праздников и памяти святых, и от великих попечений о спасении душ человеческих. Перед отшествием из мира в конце Святой Четыридесятницы впал он в болезнь, и сновидение получило от Бога извещение о своем скором представлении. Святой Великий Пяток Вольных Страстей Христовых, он переписал все веренные ему церковные вещи и дела и отослал к Святейшему Патриарху Фотию. Потом, готовясь к исходу, начал молиться Богу, говоря так. «Благодарю Тебя, Господи Боже мой, что сенью крыл Твоих Ты сохранял меня во все дни жизни моей. И ныне соблюди до конца дух мой и даруй мне без вреда избежать князя тьмы и страхов воздушных. Да не послужат к радости врага моего при грешении жизни моей, по неведению мною совершенное. Слово, Отче, сохрани стадо Твоей, защити до конца века все созданное десницей Твоей. Возлюбленным сынам Церкви Твоей будь помощником. Святой Церкви невесте Твоей даруй мир вечный и тишину невозмущаемую. Царское священие просвещай Твоими дарами. Гордого Велиара покори под ноги защитников православной веры, все вредные для души ересь и отврате от Церкви. Душе же моей даруй мирное и кроткое разлучение с телом. Если не достоин я принадлежать числу святых угодников Твоих, в которых обитал Дух Святой, ибо сознаю себя грешным перед Тобою, то Ты бесконечно благи, неизбирай на грехи мои, но сотвори меня достойным участи сынов Твоих. Сотворив молитву и причастившись божественных тайн, преподобный Иосиф благословил всех бывших при нем. Воздел к небу руки свои и светлым и радостным лицом предал Богу свою святую душу. Тотчас отовсюду стеклось множество иноков и мирян. Многие из них плакали, называя почившего одни отцом, другие воспитателем, иные благодетелем, иные утешителем, другие учителем, наставником и вождем к спасению. С прославлением проводили ко гробу и с почестями погребли его, но еще честнее и славнее была провождена бессмертными духами святая душа его в небесные обители. Это сподобился веять очами один любимый им друг, муж праведный и богоугодный, находившийся в значительном расстоянии от места кончины преподобного. Тотчас, когда возлюбленная Богом душа Иосифа, разлучившись с телом, возносилась к небу, упомянутый муж слышал голос свыше, говоривший ему, «Выйди из храмины и увидишь дивные дела Божии». Он вышел и взглянул вверх, увидел раскрывшийся свод небесный и лики святых, выходившие оттуда, сначала лик апостольский, потом ученический, пророческий и святительский. Дивился и ужасался тот муж чудесному видению и недоумевал о значении его. И снова услышал он голос, «Смотри и внимай, и узнаешь значение всего тобою видимого». И тотчас увидел он четырех юношей светлее всех, и посреди их Деву неизреченной чистоты и славы, то была причистая и преблагословенная Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего. Шествуя, повелевала она воинством святых мужей принять ту святую душу, которая прославила в песнопениях их деяния и память, и подражала житию их. И все с неизреченной радостью встречали, и с усердием и любовью принимали некое достойное почитание, лицо, возводимое к небу. Созертатель, всего упомянутый муж, мысленно спрашивал себя, «Кого же воинство небожителей сподобляет столь великой чести», и слышал громкие голоса ангелов, возводивших святую душу, «Это Иосиф Песнописцы с украшения всей церкви, сподобившейся благодати Духа Святого, подражавшей житию апостолов и мучеников и описавшей дела их, за что ныне от тех же святых принимает почесть и похвалу». Так душа преподобного Иосифа Песнописца была введена с торжеством в небесные обители. Это преславное видение исполнило мужа-очевидца великой радости, а также и великим сожалением, что не сподобился он за всем видеть ту славу, с которой благословенная душа вошла внутрь горних обителей, предстала и поклонилась пресветлейшему свету триединого Бога. Есть и другое известие о провождении преподобного Иосифа на небо. Была в Царграде церковь святого мученика Феодора Фанерота, что значит «объявителя», «открывателя», так как притекающим с молитвой открывал он об украденных, утаянных или погибших вещах. Бежал от одного человека раб, очень полезный ему, и тот человек в печали пришел в церковь святого Феодора Фанерота, отслужил молебен и молил мученика Христова показать ему раба его. Три дня и три ночи пробыл он в церкви и не получил откровения, скорби хотел удалиться. Заутренний, когда читалось в церкви душеполезное слово, он немного задремал во время чтения и увидел явившегося ему святого Феодора, который сказал, что скорбишь человек. Разлучался от тела Иосиф, творец священных гимнов, и мы были при нем. Он приставился в ту ночь, и мы все почтенные от него канонами и песнопениями провождали душу его к небу и поставили перед лицо Божие. Вот почему я замедлил явиться тебе. Теперь же я здесь и прошение твое исполняю. Иди на такое-то место и назвал имя место. Там найдешь раба твоего, которого ищешь. Оба эти извещения убеждают нас, какую великую славу получил преподобный Иосиф за труды свои от Бога, и какую почесть и похвалу от святых Божиих. Предстоя ныне в небесных селениях престолу Божию, он воспевает ангельские песни, прославляя и восхваляя Отца и Сына и Святого Духа, три единого Бога, вовеки. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.